Сегодня в Чебоксарах открылся центр гемодиализа. Современные центры для лечения больных с почечной недостаточностью. Совместный инвестиционный проект немецкой компании и администрации главы Чуваши при тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и социального развития. Это 18-й подобный центр в России. Давайте! Уважаемые дамы и господа! Центр гемодиализа официально объявляется открытым! Гемодиализ или аппарат «Искусственная почка» на какое-то время берет на себя функцию больного органа. Кровь пациента проходит через аппарат, который фильтрует и очищает ее, а затем возвращает в организм пациента. Это способствует сохранению жизни человека, а при острой почечной недостаточности восстанавливает функции почек. Большинство людей, страдающих хронической почечной недостаточностью, гемодиализ дает возможность жить нормальной жизнью. Седьмой раз. Седьмой раз? Уже на этом оборудовании? Да, именно на этом. После третьего я уже в себя в курсе вышел отлично. Лучше начали курсить, да? Активную область в жизни веду. Я тренер-проходователь. Стандартная процедура гемодиализа длится 4 часа под постоянным контролем медицинского персонала. Среднее количество посещений – три раза в неделю. Лечение пациентов в программном гемодиализе меняет всю их жизнь. Это не только возможность продлить жизнь, это возможность продлить качественную жизнь, длительную. У нас есть пациенты, которые уже 14 лет находятся на программном гемодиализе, но большая часть населения находится в течение 8 лет. Средний возраст пациента, находящийся в программном гемодиализе, это опять-таки работоспособный возраст – 48-50 лет. Специалисты отметили, что и раньше наши медики справлялись с лечением больных с почечной недостаточностью. А теперь уровень потянется до европейского. Это 18-й центр в России. Рассчитан на 186 пациентов. По республике на диализе – 158 человек. На сегодня в центре уже лечатся 90 из них, отметила министр здравоохранения Алла Самойлова. Тяжелые больные, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении, будут продолжать лечиться в республиканской больнице. В клинике – лечение амбулаторное. Все процедуры для пациентов бесплатные. Финансируются из системы обязательного медицинского страхования. В отдельном зале лечат и пациентов, инфицированных гепатитом В и С. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.